Составление дорожных карт своего сельского поселения в отделении в каждом населенном пункте свободного земельного участка для строительства семейных ферм, проблема освещения улиц сел района и многие другие вопросы звучали на заседании круглого стола. Руководитель исполнительного комитета Чистопольского муниципального района потребовал объяснений об исполнении этих пунктов от каждого главы сельского поселения и остался недоволен отсутствием положительного результата их деятельности. Особенно возмутило Дмитрия Иванова невыполнение работ в рамках будущего года парков и скверов, который был объявлен президентом Татарстана. С нового хозяйства подготовить посадочный материал. Если вы сейчас заявки свои не подадите, саженцы все будут на расхват, естественно, вам не достанется, вы потом будете кусать своими локти. Что мы в эту программу не попали, там будут выделяться деньги для каждого сельского поселения, для каждого муниципального образования будут выделяться средства на развитие этой парки. И мы можем пройти мимо этой программы. Дмитрий Иванов вплотную занялся развитием сельских хозяйств в Читопольском районе. И многочисленные встречи с главами сельских поселений и руководителями хозяйств на территориях семейных ферм доказывают это. К сожалению, на сегодняшний день их процветание идет не так хорошо, как хотелось бы. А именно поголовье крупнорогатого скота заметно снизилось. В завершении заседания круглого стола Евгений Суслов, заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции, озвучил результаты собираемости налогов с физических лиц Читопольского района. Жиземельный налог 88%, в том числе город 94%, район 78%, недобор в районе 1,6 млн. рублей. Налог на имущество 91%, в том числе город 90%, район 94%, в районе недобор 1,1 млн. рублей. Транспорт налог, собираемость 87,3%, в том числе город 87%, район 88%, недобор в районе 1,6 млн. рублей. Нижесредний по району собираемость налогов на имущество от физлиц остается в 4 сельских поселениях. Это совпозно-групционское сельское поселение, 75%, малоталкижское, таталкижское и чуто-локанское сельтриночь по 87%. В прошлом совещании 9 декабря, которое проходило, были озвучены 5 сельских поселений с неименьшей собираемостью земельного налога и имеющей проблемы с оплатой боевых земель. Четверчинское и малоталкижское поселения, собираемые земельного налога за истекший период, неизменен. Соответственно, 17 и 31 процентов, то есть 17, в случае Четверчинского и малоталкижского и 31 инвесторов в этих поселениях является в ООО «Голдиво».